Андрей Ткачёв и Финдроид Проклятый ранкер Книга первая Глава первая День, когда всё началось Я помню день, когда всё началось, так ясно, словно это было вчера. Это был тёплый майский день. Я в то время учился в десятом классе и уже предвкушал начало летних каникул. Ещё несколько недель и свобода. Свобода, на которую уже столько планов и стремлений, что, кажется, и лета не хватит, чтобы успеть охватить всё, что задумано. Да, так в тот момент я думал. А ещё о том, что неплохо было бы позвать Маринку из параллельного класса куда-нибудь. Она мне давно нравилась, но как-то не попадалась возможность познакомиться, и я намеревался в ближайшее время это исправить. Давно пора было решиться на этот шаг, но что-то всегда останавливало меня, и теперь я точно был намерен побороть свои страхи. Тогда я ещё не знал, что 16 мая, которое впоследствии назовут Днём скорби, навсегда изменит как мою жизнь, так и жизнь всех людей на планете. Закинув рюкзак, в котором-то и была пара тетрадок да всякая мелочёвка на правое плечо, я с довольной ухмылкой покинул класс. Попрощался с друзьями, перекинувшись парой слов и подтвердив, что вечером обязательно спишемся и, возможно, во что-то зарубимся, и вышел из школы. Настроение было приподнятым, и я раздумывал, как провести остаток дня. Сегодня в баскетбольную секцию мне было не нужно, и в итоге пришёл к выводу, что лучшим решением будет просто сходить в кино. В нём из-за напряжённых учебных деньков я бывал прискорбно мало, да и как раз несколько дней назад в прокат вышел фильм, который я давно думал посмотреть. Ага, хотел, но я даже не успел выйти в город. Ещё у ворот школы я услышал странный, давящий на уши гул, который не прекращался, даже когда я попытался прикрыть уши. Было непонятно, откуда тот шёл, но сразу стало ясно, что слышал его не только я. Другие ребята тоже морщились, хватались за головы и крутили головами, пытаясь понять, что происходит и вообще что делать. С каждой секундой он становился сильнее, и, казалось, от него уже начали ныть зубы. Гул пропал так же неожиданно, как и появился. Но мимолетной радости от его избавления, можно сказать, и не было, ведь ему на смену пришло нечто ужасное. Гигантская каменная колонна размером с небоскрёб рухнула с небес на школу, превратив западное крыло в пыль. Мне повезло, что я находился далеко от этого места, и меня просто с силой отшвырнуло в сторону ударной волной. Убежать от такого попросту было невозможно. Да и когда бы я успел? Я расшиб себе руку и колени, но это, как выяснилось, почти сразу. На фоне других было сущим пустяком, не стоящим упоминания. Мне повезло, а парню, который был рядом, буквально в метре от меня, не очень. Он лежал в луже собственной крови, не шевелясь и, кажется, не дыша. Что это? Что происходит? В ужасе пробормотал я, смотря на эту невероятную по размерам колонну, торчащую из земли. Она была цвета слоновой кости, и по всей поверхности были вырезаны странные узоры, изображавшие что-то. Но в тот момент я не придал этому особого значения. Да и образовавшаяся пыль не давала ясности картины, и необходимо было подождать, чтобы все улеглось. Оторвав взгляд от этой невообразимой штуки, я оглянул в школьный двор и увидел таких же перепуганных, раненых и не понимающих, что происходит, учеников. Кто-то кричал, кто-то стоял как столб, кто-то и вовсе лежал и звал на помощь, не сдвигаясь с места, несмотря на все потуги своих друзей. Хватало и тех, кто, сообразив, что происходит что-то страшное, бросился бежать, но я, к благу или худу, не был одним из них. Сбросив оцепенение, я, морщась от ссадины, подволакивая неожиданно заболевшую левую ногу, бросился к ближайшему раненому. Это оказалась молодая круглолицая девчушка. Ее ногу зажало каменным обломком. «Помоги!» — взмолилась она, смотря на свою ногу с ужасом и начинающейся истерикой. «Да я сей...» В этот же момент раздался душераздирающий крик, заставивший меня вздрогнуть. Вначале я подумал, что дело в каком-то раненом, но когда криков резко стало много, сообразил, что дело не в этом. «Не бросай меня!» — взмолилась перепуганная девушка, когда я резко встал и посмотрел в сторону неразберихи. «Лучше бы я этого не делал». Сердце ёкнуло, остановившись на пару секунд и вновь забившись, но уже более быстро, чем раньше, мгновенно ушло в пятки. Монстр. Самый настоящий монстр, похожий на человека, но словно покрытый мерзкими даже на вид гнойными нарывами. В руках он держал старое ржавое копье, которым поразил какого-то парня прямо в грудь. Он был занят тем, что подтягивал тело к себе и довольно скалил со своим щербатым ртом, в котором были вовсе не зубы, а какие-то клыки. Только спустя миг, избавившись от возникшего ступора, я понял, что он был не один. И еще трое таких же уродцев, только с разным вооружением, появлялись буквально из воздуха, набрасываясь на учащихся. Лишь легкая дымка, возникающая в воздухе, сообщала об опасности, но это явление было слишком быстрым, чтобы успеть укрыться. Безумие. Это какое-то безумие. Ноги в мгновение ока стали ватными. Меня всего затрясло, но крик девушки вернул меня в чувства. Выбросил из головы жутких монстров, убивающих людей, тем более они были относительно далеко. Двигаются медленно, думаю, пара минут у меня есть. Или же я так себя убеждаю, впрочем, неважно. Тебя как зовут? Быстро спросил я, решив, что лучше сконцентрироваться на девчонке, чем пытаться осознать все происходящее. Вика, испуганно отозвалась она. С ее ракурса не было видно, что происходит, но вот только хорошо это или плохо, я не возьмусь сказать, так как и сам не знаю. Мы словно попали в фильм ужасов, но вот только я что-то не помню, что согласился стать его участником. Вика, смотри только на меня. Сосредоточься на мне и своей ноге. Я попробую сдвинуть камень, но и ты мне помогай изо всех сил. Я только вчера смотрел фильм про землетрясение, и кажется, герои действовали примерно так же. Осталось лишь довериться их игре и надеяться, что так я не сделаю хуже. Хотя куда хуже, когда рядом ходят самые настоящие монстры. Хорошо, не особо уверенно ответила Вика, но все же решимости выбраться из ловушки у нее хватило бы на двоих. На счет три. Раз, два, три. Я что есть силы потянул за камень, пытаясь его стащить с ноги пленницы. Давай, еще немного. Мои старания окупились. Камень нехотя сдвинулся, и девушка, пискнув от боли, все-таки смогла высвободить ногу. Сможешь идти? Выдыхая, спросил я. Руки от такого большого веса болели, но главное дело было сделано. Не знаю, отозвалась она, пытаясь подняться. Девушка морщилась, но на ногу наступить все же смогла. Значит, скорее всего, кость не сломана. Хорошо, очень хорошо. Бежим, сказал я ей и потянул за собой. Пусть Вика и прихрамывала, но двигалась довольно уверенно, да и я не был мастером побегу, чтобы надеяться на большую скорость. Все хорошо, сейчас мы сбежим от этих монстров и... Я смотрел только вперед, стараясь не споткнуться в самый неожиданный момент, и из-за этого несколько выпустил из виду то, что происходило сзади. Да и сейчас было важнее говорить уверенным голосом и двигаться, чтобы успокоить не только Вику, но и убедить в правильности действий себя. Девушка резко потянула меня назад, и я сам чуть было не упал от такого рывка. Ее ладонь выскользнула из моей. Обернувшись назад, чтобы помочь, как я вначале подумал упавшей Вике, я остолбенел. Моя новая знакомая лежала на земле с топором в спине. В этот момент я как-то отстраненно подумал, что с таким весом бежать быстро точно не получится. Мысль глупая, не спорю, но мозг в такой момент выдавал такие кульбиты, что хорошо, что не выдал чего похлеще. Я поднял взгляд и увидел странную жуткую фигуру, она тоже была похожей на человеческую, но с темно-серой кожей. Можно было подумать, что это какой-то мускулистый дикарь, если бы не лицо которого не было. Вместо него был оскаленный череп с демоническим огнем, полыхающим яркими отцветами в глазницах. Монстр повел плечами и решительным шагом направился в мою сторону. А я... Я просто побежал. Мне ничего больше не оставалось, кроме как спасаться бегством. Бежать, бежать, бежать! Сердце в груди стучало так сильно, что казалось, выскочит из нее. Я бежал, не разбирая дороги, неважно куда, главное подальше от кошмара, который развернулся за спиной. Но от него было не убежать. Чем дальше я бежал, тем отчетливее приходило осознание того, что монстры были не только у колонны, они были буквально повсюду. Город за считанные минуты был объят огнем и хаосом. Монстры, как человекоподобные, так и совсем уж нереальные, охотились на людей и прямо тут предавались кровавому пиршеству. Это все сон, гребаный сон, все это нереально, просто нереально. Люди гибли вокруг меня и не могли ничего с этим поделать. Домой, срочно домой! До дома оставалось миновать всего лишь улицу, я уже видел многоэтажку вдалеке. В душе была иррациональная уверенность, что дома меня никто не тронет и я буду в защите. Оставалось каких-то пять минут и я буду там, мама, надеюсь, с ней все нормально. Внезапную угрозу я заметил слишком поздно. Жуткий инфернальный жук, размером с крупную собаку и весь покрытый какими-то шипами, выпрыгнул с третьего этажа дома, мимо которого я в тот момент бежал, и приземлился прямо передо мной. Отреагировать я успел, но слишком поздно. Рванул вправо, жук бросился за мной и успел полоснуть правую руку клешней. Меня спас какой-то водитель. Убегая от жука, я выскочил машине на перерез, но успел увернуться в последний момент, а вот жук попал под колеса. Повезло, очень повезло. Тяжело дыша, я бросил взгляд на изуродованное чудовище, которое все еще шевелилось и побежал дальше, зажимая ладонью кровоточащую кисть. Именно туда пришелся удар клешни, но это было неважно. Дом, уже почти, немного, еще немного. Сложно сказать, что я почувствовал в тот момент, когда многоэтажка стала обрушаться, как и те, что находились рядом. Голиаф, так его прозвали. Гигантский монстр, убийство которого в будущем потребовало усилий больше сотни ранкеров, что уж говорить об обычных охотниках, которые не могли ему ничего противопоставить. Но это случилось гораздо позже, спустя почти год. А в тот день, в тот день я не только лишился всех друзей, но и остался сиротой.